Привет всем! Меня зовут Юля. Вы находитесь на канале о вязании. Канал называется Емеля Нитинь. Сегодняшнее видео это начало нашего проекта, который мы организовали с девочками-влогерами на YouTube. Мы решили организовать бэйби-марафон, в котором мы хотим связать детские вещи за две недели. Хотим мы связать четыре изделия, два из которых будут плечевые и два еще какие-либо детские вещички. И каждый из нас будет проявлять себя в этом вязании, в этом творчестве и придумывать что-то интересное в рамках этого проекта. Ниже под видео вы видите ссылки на каждую из нас, на наши каналы. Вы можете пройти по всем ссылкам и посмотреть, кто что из нас решил связать. Процессы и будет второе итоговое видео, что мы успели или не успели связать за эти две недели. Но будем очень стараться. Этот марафон не соревнование. Мы хотим поделиться с вами своими идеями, своими творческими результатами, чтобы каждый из нас развивался в своем хобби и придумал все более интересные вещи. Потому что в том, что мы вяжем и проявляем себя, находим свою душину. И в конце нашего марафона, который мы проводим с девочками, мы хотели бы пригласить и зрителей, кого мы вдохновим на это. Потому что будут и интересные сюрпризы, сувениры и детских вещей, вязанных мало не бывает. Поэтому сейчас я перейду к моим задумкам, что я решила вязать в рамках этого марафона. Я расскажу, покажу пряжу, которую я решила использовать и буду в этом видео показывать свои процессы, как они мне продвигаются быстро или медленно. Я, наверное, начну с плечевых изделий, которые я решила связать. Первая вещь, которую я сразу решила, что буду вязать, это платье. Во-первых, у меня дочь давно уже просит платье, именно вязанное, говорит, свяжи мне. И как нельзя кстати, подвернулась эта возможность и время, когда это можно все связать. Что я нашла дома, что мне однозначно подойдет, это моток Валерия Ди Рома. Пряжа называется Инка. Я покупала именно один моток. И в то же время я купила пряжу Иллария. Называется она Тенеру. Очень яркие, светящиеся вот такие моточки. Видно, что я некоторые уже использовала. Я делала вязанную игрушку. Но я не буду все вместе использовать вот с этим мотком. Вот это будет основной моток. Я его хочу совместить с белыми моточками. Сделать пока не представляю как. В общем, это будет какой-то вязанный лифт и сшитый из ткани подол. То есть юбку на платье я хочу тканевую, не вязанную. Попробую совместить. И чтобы оттенить вот этот цвет, у меня самым подходящим, мне кажется, является именно этот желтый. Будет такое солнечное настроение. Потому что зеленый немножко другого оттенка. Хотя он очень красивый. Но мне думается, что он не совсем подходит. А оранжевый сильно выбивается. Хотя он может, наверное, звучать в этом комплекте в зависимости от ткани. Ткани я еще не подбирала. Предполагаю, что это будет что-то гороховое. Может быть цветочное. Но надо смотреть. Может однотонное даже возьму. Посмотрим. Буду гулять по магазинам тканевым. Ну, скорее всего, это будет вот так. Это 100% хлопок. Он не мерсеризованный. А Эларио Тенеро это мерсеризованный хлопок. Прям так светится. Ну, видно, что он очень яркий моток. Ну, и белые моточки тоже обязательно. Чтобы все мне этого хватило. Вероятно, оно будет без рукавов. На каких-то тоненьких бретельках. Ну, каких-то широких на самом деле. И с валанами, с какими-то рюшами. Посмотрим, что будет. Может быть, я сделала рукава. Но пока не предполагалось. Рисунок я еще не придумала. Но, вероятнее всего, здесь будет какая-то лицевая гладь. Просто с комбинацией цветом. Да? С каким-то чередованием. Потому что на такой пестрой пряже, мне кажется, не стоит играть сильно с узорами. Скорее стоит использовать просто лицевую или изнаночную гладь. И совмещать их как просто рельефами. И, значит, с другими оттенками. Вот таком я предполагаю делать платье. Сегодня я хочу сходить в магазин. Сегодня у нас начало марафона. Мне нужно подобрать ткань обязательно. И пойду, наверное, с всей этой кучкой моих мотков на платье. Следующее плечевое изделие это я буду вязать жилет. Жилет я буду вязать из пряжи Infinity Design. Пряжа называется Air. У меня есть вот такой цвет. Я пока цвета показываю. Вот такой нежно-персиковый цвет, розовый. И вот такой шампань. Вязала я из этой пряжи также дочери джемпер. У меня осталось. Сейчас всю покажу пряжу. Вот столько. Вязать я буду на пятерке жилет. Я думаю, что мне хватит этого количества мотков. Что касается цветов, их разрозненное количество, не одинаковое по цвету. Поэтому я полагаю, что это будет какой-то полосатый жилет. Предположительно, я так его уже обдумывала. Я хочу в нем использовать косы или какие-то небольшие кружевные орнаменты на груди. И остальную лицевую гладью использовать. Ну и делать его полосатым. И вероятнее всего полоска будет какая-то неравномерная. Потому что если я буду придерживаться равномерной полоски, то мне просто не хватит какого-то цвета. Это будет все некрасиво. Будет он внизу с резинкой. Какая-то для своей глади. И будут тоже рукава обработаны планочкой и горловинкой. Посмотрим. Буду вязать, ну естественно, спицами. Цвета, если интересно, какие-то здесь у меня цвета, называя номера 10, 12, 35, 11, 39, 11. Где, какой номер, я не знаю, потому что этикетки сняты. Но все эти номера вот такие имеют нежные пастельные тона. Про два своих плечевых изделия рассказала. А теперь мы перейдем к остальным детским вещам. Еще две вещички мило связать. Вторую вещь я расскажу. Я хочу связать варежки. Искала я, искала, что из чего мне связать. Нашла вот такие два матка. Это я вязала шапочку на весну. Также дочери у меня есть такая шапка. Из такой пряжи, однотонной серого цвета, есть снуд. Поэтому он хорошо подойдет, подойдут варежки к снуду. И к весенней шапке, и к более теплой. В весенней-осенней шапке она тоже серого цвета. Будет такой комплект. Я добавлю белый, но я не буду вязать саму ладошку белую. Белую я хочу связать манжету, ладошку серую. Ну и вот как-то разнообразить, добавить вот так небольшой цвет. Называется это пудровый розовый, по-моему, или цвет румян. Цвет румян. Немножко, возможно, смотрится грязноват на фоне серого. Но мне сюда очень хорошо подходит. Я думаю, все будет нормально. И с белым цветом освежающим будет все хорошо. И четвертое изделие, которое я хочу связать в рамках этого марафона. Это детская сумка. Сумки я вязала уже себе. Я надеюсь, у меня получится вязать быстро своей дочке. Есть у меня вот такая пряжа. Это Alize Cotton Gold. Ну, понятно, здесь хватит на тысячи сумок. Я думаю, я обойдусь одним таким моточком. Это Alize Cotton Gold. Здесь у нас находится 50 на 50 хлопок и акрил. Пряжа у меня осталась после того, как я прекратила вязать малышей йодов. Если кто знает мою историю трагичную, когда меня заблокировали на этим, когда я нарушила авторские права компании Walt Disney, вот у меня остались эти моточки. Я хочу сделать ей зеленую сумочку. Чтобы облагородить эту зеленую сумку какими-то пестрыми красками, я думаю, здесь я на ней сделаю вышивку. Возможно, цветы, возможно, сердечки. В общем, я постараюсь сделать максимально сумочку для девочки. Какой-то будет, ну, небольшой такой редикюль, в который она будет вкладывать свои платочки, какие-то монетки, куколки. Мы очень часто берем с собой в дорогу маленьких куколок, и они должны хорошо вместиться в такую сумку. Вот такие мне намерения. Я очень надеюсь, что я успею, потому что проект интересный, такой зажигательный, тем более мы радуем своих детишек, и это всегда нам приятно. Я не буду вязать проект у себя дома, у меня не получается. Мы завтра уже уезжаем в Суздаль. Кто смотрел, следил за мной в Инстаграм, мы повторно туда уже едем, и буду вязать ей в Суздаль, и в Москве, и везде. Поэтому мне нужно очень-очень быстро сегодня подготовиться максимально к поездке, чтобы я ничего не забыла, чтобы я успела вязать там, выпустить это видео, и чтобы мой процесс был очень хорошо отлажен, и я всё-всё успела. Поэтому пожелайте мне удачи. Я надеюсь, что я всё успею. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Девочки, вы всё видели, я купила ткань, купила полметра, назад дороги нет, платью быть. Я надеюсь, мне этой ткани хватит, я буду выкраивать по принципу колокольчика или полусолнца, посмотрим. Будет она вверху со сборочкой, наверное, под ценю резиночку. Завтра мы уезжаем в Суздаль, как я говорила, но я всё беру с собой и там буду подготавливаться и вязать свой марафон. Промежуточный процесс для бэми-марафона. Вот так выглядит один клубок моей пряжи в детском платье летнем. Это круглая кокетка. Я смогла довязать до проймы. Возраст ребёнка 4 года, даже 4,5. Мне хватило, значит, на верхнюю кокетку. И сидит это очень, ну так, прилегающе, но не сильно свободно. Мне пришлось внизу перевязать, потому что оказались рукава слишком узкие. И я часть петель полочек с передних перевела на рукава, чтобы и рукава были посвободнее, а здесь мне немножко фалдило. Как видно, я уже перешла на белый клубок и жёлтый использовала в кайме вот такой золотой по горловине. Смотрится, знаете, вот на человеке смотрится гораздо лучше, чем отдельно. Особенно я складывала с тканью. Прям нарядно так выглядит. Мне очень понравилось. Сейчас я, наверное, принесу ткань и приложу рядом. Вот так смотрится кокетка вместе с тканью. Мне кажется, замечательно подобрался узор. И каждый цвет, который провязывался, он совершенно идеально перекликался вот с тканью, с юбочкой. И вот с чередой вот этого белого пояска и дальше будет текстильная юбочка. Мне кажется, будет совершенно замечательная платьица. Рукава я сделаю тоже белую. Как видите, здесь у меня в связи с круглой кокеткой ушли воланы на плече. Я их не буду делать, но пока я планирую сделать воланчики вот здесь на рукавах. Хочу сделать короткие до локтя и внизу, чтобы были оборочки. Посмотрим. Может быть, даже сделать их из текстиля. Не знаю. Пока я планирую сделать беленькими. Ну, время пока что. Я хочу сейчас закончить поясок полностью. И, наверное, перейду на рукава, а потом буду пришивать юбку. Или наоборот. Но совершенно точно я уже вывяжу вот эту часть и потом уже приступлю к остальным вещам, деталям. У меня дома есть жемчужные пуговки. Я думаю, что я буду их здесь использовать, потому что они достаточно нужного размера под вот эти дырочки, которые я сделала. Здесь делаю такие узоры с перекидными петлями. Точнее, с закрытием. Не знаю. Ну, закрытие такое. Вот в каждую дырочку, в любую практически можно дырочку застегивать такую пуговку. Очень удачно получается. Вот такой у меня первый процесс. Начинала я с него. Кстати говоря, эту кокетку я связала за один день. К нам приехали бабушки, поэтому у меня был целый день вывязывания кокетки. Не знаю, это много или мало. Быстро это или медленно я связала. Но вот такой процесс. Конечно, здесь я использовала, кстати, спицы 3,5. На таких спицах, естественно, медленный процесс. Продолжаю так же на 3,5. Несмотря на то, что эта нить тоньше, чем вот эта ненамного. Продолжаем. Следующий мой процесс, который я начала так же в моей поездке, это жилет, который я упоминала. Вот мне уже убежали петли. Неважно, я их быстро наберу. Нитка эта не так быстро распускается благодаря вот этому пушку. Она, конечно, очень приятна на теле, но немножко мне напоминает вату. Вот я не знаю, все-таки для меня это хорошо или плохо нравится мне для взрослой одежды. Но для детской прям идеально. Вяжу я снизу наверх. Получается, у меня нижние планочки я сделала вот так внахлёст, чтобы такие были немножко и разрезики, вот такие косые, в сторону располагавшейся планки. Эту я вязала на четверке планки. Продолжаю вязать на пятерке. Очень надеюсь, что мне хватит моих мотков, но меня терзают смутные сомнения, что мне не хватит. Но, наверное, я буду продолжать смотреть по обстоятельствам. Короткие, конечно, делать не хочется. Ох, дичат, не знаю, хватит мне или нет. Я прямо вот вяжу и боюсь, вяжу и боюсь. Продолжать вязать или нет, но уже вязалась. В это посмотрим, закончу я его или экстренно перейду на что-то другое. И буду вязать полоски по мере того, как будет заканчиваться предыдущий цвет. Розового у меня больше всего, поэтому я начала с него. Буду подниматься. И дальше часть нагрудки уже будет более пестрой. Ну, посмотрим. Продолжаю показывать свои процессы. Это другие два процесса в рамках марафона. Я решила вязать все параллельно, поэтому у меня все начато понемногу. Это у меня начатая варежка одна пока и сумочка. Я начну с варежки, как я и предполагала, я сделала запястье белым, а всю остальную варежку я делаю серым. Вероятнее всего, пальчик я также сделаю серым, потому что пряжи мне хватает. Запястье выполнено резинкой 2х2, но вот лицевые петли я стала перекрещивать вот такими жгутами. Мне очень нравится этот узор. Вот с обратной стороны. И ладошка у меня рис, узор. Тыльная сторона варежки, продолжая узор, который использовала на запястье, на резинке. Очень экономное вязание. Я, скорее всего, не буду использовать розовую нить. Что еще могу сказать? Рис, он, конечно, гораздо более широкий в 1 см, чем резинка. То есть резинке, по-моему, нужно 3,6 в 1 см петли, а риса 2 петли в 1 см. То есть в два раза у них разница, поэтому здесь самая была трудно поставленная задача это сократить количество петель после резинки. Но я думаю, у меня задача эта получилась, поэтому здесь все аккуратненько получается. Я сейчас перейду вот на сумочку. Сумочка у меня из Ализе, как я показывала, вот такой узор я сделала. Столбики без накида, и их я подхватываю только за одну часть петельки, то есть за полупетлю подхватываю, когда я вяжу. Я думала, что уже достаточно. В принципе, видно, что она такая, ну, достаточно крупненькая сумочка получается, но я хочу, чтобы у нее помещалось у моей дочери кукла, с которой она часто играет. И у этой куклы, ну, в общем, вот так прическа еще не входит, поэтому я свяжу ее еще чуть-чуть повыше. То есть сумочка будет, ну, здесь она больше еще вытянута, прямоугольник. Вероятно, я ее довяжу до квадрата или до высокого прямоугольника, и потом буду вывязывать клапан и вышивать. Внизу видно, у нее получился полукруг, я ее еще отпарю, и донышко я, вот здесь, вот видно вот эти петли, вот этот ряд петель, он у меня вывязан двойной нитью, то есть столбики без накида, но двойной нитью, поэтому вот так это смотрится. Здесь выполнен овал в основании, то есть торцов, вот так выполнены петли. Ну, что могу сказать, у меня все получается, и я снимаю сейчас на капоте автомобиля, потому что вечер поздний, допустила я свой льняной сарафан, вот так очень красиво смотрится, и хочу сказать, что я, смотрите, снимаю возле стен Спасского монастыря в городе Суздаль. Завтра мы уже езжаем, и вторую часть своего марафона я уже буду вязать в Москве. надеюсь, я все успеваю, я думаю, что успеваю, и сейчас мне вот такие процессы. Итак, первая часть марафона моя выполнена, я думаю, что я ее изготовила процентов на 40, и, конечно, большое спасибо моим бабушкам, то есть моим мамам, которые присутствовали во время этого марафона, и всячески помогали, и брали на себя время всего быта, который бывает в семье. Завтра мы уезжаем, и продолжаю свой марафон уже в Москве, все стараюсь довязать, все платья, жилеты, кстати, я перевязала жилет, и уменьшила количество петель в окружности, и я думаю, что мне всего хватит, всех этих ниток моих, что у меня еще, варежки и сумка. Сумка, кстати, на удивление, занимает очень много времени, потому что вязка мелкая, сумка, ну, такая, достаточно большая, но я надеюсь все успеть, я буду очень-очень стараться. Спасибо большое за просмотры, ожидайте вторую часть нашего марафона, второй недели, в которой выяснится, успеем мы все связать или нет, и что из этого получится, какие будут изделия. Переходите по ссылкам, которые указаны под видео, посмотрите всех наших девочек, что мы связали, всех участников марафона, и до новых встреч, скоро увидимся, пока!